12 мая жителей Белгорода настигла страшная трагедия. Террористическая атака со стороны ВСУ полностью уничтожила подъезд многоэтажки. Около суток спасатели разбирали завалы и вытаскивали пострадавших людей. Жизни 17 белгородцев удалось спасти. Еще 17. К сожалению, погибли под завалами. После завершения поисковых работ встал вопрос о дальнейшей судьбе многоквартирного дома. Начиная с завтрашнего дня, мы начинаем разбор полностью вот этой секции. Подняли проект. Когда строился вот этот большой дом, оказалось, что это несколько отдельных близко стоящих домов, которые не привязаны друг к другу, поэтому в какой-то части облегчает нашу восстановительную работу. Там, где это возможно, спасатели помогут собственникам забрать свои вещи. Но в некоторых квартирах остается угроза обрушения и заходить туда опасно. В таком случае имущество будут идентифицировать в процессе разбора дома. Мы постараемся вместе с волонтерами или самообороной из того строительного мусора, вместе с вещами, который лежит, постараемся собрать ценные вещи, документы, имущество, которые еще можно идентифицировать и совместив со списком запросов собственников, постараемся его выдать. Восстанавливать дом планируют на этом же месте. Окончательное решение будет после полного разбора и обследования фундамента. По словам губернатора, процесс займет не меньше года, но на улице белгородцев не оставят. Если нет возможности у родственников, пожалуйста, снимают квартиры, мы заключаем договоры, мы их оплачиваем через соцзащиту. Если нет возможности и нет желания заключить, мы, пожалуйста, в полном-то временном размещении. Также на этой неделе все жители пострадавшего дома получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Тем, кто потерял полностью имущество, будем вставлять акты 100 тысяч на человека, 50 тысяч за частичную потерю имущества. В этом доме в результате теракта разрушено более 4 тысяч квадратных метров жилья. На его восстановление выделят почти 350 миллионов рублей из федерального бюджета. Несмотря на сложную оперативную обстановку, белгородцев не бросят. И пострадавшие жители чувствуют эту поддержку. Мы видим, как вы работаете, мы видим, что вы полностью живете жизнью всех людей. Будем надеяться, что все это скоро закончится. И, в общем, спасибо вам большое.